всем привет с вами андрей у нас др собственно survival у нас версия 2829 вот в данный момент собственно я хотел бы вместе с вами у меня вот такой вот персонаж 33 уровня достаточно сильный персонаж если сравнивать с новичками он скажем так сильнее новичков большинства вот я в данной серии хотел бы перелить страх просто взять его я прошел уже ивент вот вы можете это увидеть меня пробил всех боссов ну кроме осла последнего босса но если вы пробьете последнего босса осла у меня закроются миньоны миньоны я в прошлом году открывал поэтому для меня это не актуально также я закрыл весь магазин полностью то есть все награды забрал как вы видите на 50 за 52 открытия за 50 и собственно гроб зодчего я тоже закрыл вот в этой серии хотел бы просто перелить страх полностью сейчас полутать его поискать найти страх весь полностью и перелить его у меня его не так много как вы видите ну просто перелить страх как вариант и также у меня присутствует на локации как вы видите мобы все отреспаунились то есть крейса таракан и так далее то есть чтобы как говорится респаун не проходил мимо меня вот я сейчас заодно сначала 3 как видите у меня перегрузка давайте выложим пока эти маски не маски чтобы они нам просто вес не занимали также мы раздеваемся снимаем себя доспехи выкидываем посох не собственно сейчас будем начинать автобоем бить всех мобов выбивать из локации именно автобоем у меня также миньоны присутствуют вот смотрите у меня 58 54 70 и 70 и 58 собственно такие вот у меня миньоны по уровням мой персонаж собственно 33 в данный момент он скорее всего особо расти по уровню не будет потому что мне это не нужно я снова скорее всего будет постоянно гибнуть вот так же я прошел как вы видите сюжет эмба у меня в данный находится в киеве холла у меня в принципе тоже пробежал уже но для меня не актуально дорогу домой у я остановился на уцелевшем доме горький собственно это рядом с разомасом над ним вот поэтому как то так давайте автобоем побьем для начала мобов чтобы они нам не мешали болен забыл матч это собственно выкладываем все с матчат на обыдпу еще починить не забыть давайте починием матч это на я рекомендую держать свой инструмент full прочность у меня данный 366 тысяч черных рублей вот я вместе с буду пытаться заработать как собственно заработать черные рубли вы просто продаете солонину часа покажу вам я вот бог собственно вот солонина и вот рыба и вот их вместе продаете ну то есть солите продаете проблемы с солью нету потому что она продается у каждого практически торговца наверное у каждого она и продается вот вот собственно сама соль и ну а мясо сейчас мы будем вместе с вами выбивать достаточно долго по времени но я думаю что для нас это не будет сильно проблематично переходим на воду и начинаем вытряхивать бои скорее всего будут проходить через автобой потому что ну исключение есть только бои какие-то квестовые возможно даже мы в этой серии квесты по объем посмотрим скорее всего не будем в этой серии хотелось бы перелить страх и также выбить мобов с локации полностью для того чтобы ну а страх начну мобы начали кулдауне ца вот собственно выбиваемого всех мобов ну я автобоем забираю всех мобов бью именно страхом страх это оружие точнее это скажем так патроны ивента благодаря которым вы можете более эффективно выбивать ваших врагов также и присутствует еще радость это тоже патроны ивента страх это патроны так называемых алоуинского ивента радость это у нас патроны новогоднего ивента который вот 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 скоро настанет ему осталось буквально около месяца полтора ближе к новому году он в реальному будет вот выбиваем собственно всех мобов ждем пока собственно они там потом отреспаумиться и в момент когда они будут респаумиться мы уже займемся страхом перельем страх по страху и наверное если я вам не забуду я вам отправлю а табличку которая позволит вам ну собственно посмотреть что конкретно ну каждый выживший дает за какую конкретную маску у него больше дается какую меньше я скорее всего начала буду прикреплять и чтобы вы могли посмотреть и давайте поспим немножко собственно наши миньоны начали приходить это у нас генка прибежал сыт и отправим на охоту собственно бесец готов волк готов и собственно но он ранен поэтому мы его не отправляем потому что он будет потом когда придет возможно он даже будет сильнее ранен и он очень долго будет восстанавливаться если вы своих питомцев кормите они со временем сами собой восстановят со значением своей раненности скажем так их подранила они там с себя там за грубо говоря золотают раны себе вы как можете руками залатывать раны но как показала практика эффективнее чтобы они сами себя за залечивали пусть даже со временем смотрим наша задача найти 10 собственно россии мы можем переходить следующую локацию почему в следующую потому что всего для фарма по сути говоря тут три-четыре локации нужно но вы в конце собственно увидите когда я выбью всех мобов вы увидите собственно тут присутствуют курицы присутствуют скалопендры присутствуют кабаны волки и псы и не и медведи иногда попадаются если попадаются медведи это очень очень прибыльно потому что медведи из берлоги имеется ввиду они дают вам а по 100 единиц опыта это одни из самых прибыльных самых полезных ребят особенно для моего маленького персонажа вот поэтому очень очень полезно если вкратце говорить по каждому из боссов которых мы встречали которых выбили в какой последовательности вообще рекомендую проходить ивент собственно но обязательно пробить финального босса жнеца для того чтобы у вас была возможность забрать монетку это обменный предмет часов покажу вот он вот таким вот образом выглядит собственно вы его выбиваетесь финального босса текущего ивента хэллоуина и у вас собственно скажем так неофициальные обмены был присутствуют которые но скажем так не с торговцем вы обмениваетесь либо с другими игроками если вы в онлайн играете а вот именно с призрачным торговцем обменивайтесь которые ну скажем так у него обмены иногда более выгодные чем у торговцев обычных вот собственно что по боссом я хотел вам рассказать пока все равно вытряхиваю из них шкурку по боссу собственно первый босс бальтазар считается одним из самых тяжелых по крайне для новичка босс чтобы его ну понятное дело я могу показать не смогу потому что я уже его пробил давайте поспим вот что по нему могу сказать ваша задача угол самое главное берите оружие видеопулемета пистолета то есть на 1 а д на 2 у д сейчас я покажу в чем разница вот например у меня тут на присутствует плоть оружие на 2 очка действия также присутствует бластер на 1 очко действия это говорит о том что вам ну по сути вам нужно именно на 1 очко действия оружие на 2 очка действия оружия посильнее которые у вас есть данный момент и просто идете туда также по возможности возьмите баф на скорость потому что бальтазар вас будет догонять если вы от него не будете сваливать вам будет очень очень тяжело тут скорость не выдается да да собственно ну разработчикам в общем не выдается а вот собственно пирожок на скороходе дальность перемещения в бою берете вот этот баф для бальтазара обязательно потому что он у вас будет догонять также на бальтазара стоит брать питомца неважно какой уровень неважно то что когда бальтазар проснется вы кусаете собственно кусаете там не знаю царапаете и так далее чего там ваш питомец сделает бальтазара и он свой фаербол который первое его атака он просто ее пихает собственно вашего питомца питомец скорее всего погибает уж там очень большой урон выжать практически невозможно и вы уже потом бальтазар бегает за вами и пытается вас раздамажить именно для этого и нужна скорость для того чтобы он вас не мог догнать у него скорость 3 у бальтазара у вас должна быть скорость 4 либо либо 5 баф на скорость можно получить также с культистов это у вас получается изначальная скорость у вас 2 вы получаете баф культистов у вас 3 скорость и собственно вот пирожок которым я говорил ранее вы получаете у вас скорость ускоряется еще больше соответственно вы быстрее бальтазара а если вы быстрее бальтазара вы элементарно можете больше профита получить кстати говоря по поводу того как фармить еще дополнительно деньги я тут нашел способ собственно переделывайте водку в спирт как вы увидите у меня она переделывается в данный момент и и продаете с помощью монетки обмены обмениваете также не забывайте покупать водку для того чтобы у вас был у вас была возможность обменивать вот у меня встала зима как вы видите вокруг зима не знаю хватит ли мне 50 бодрости давайте посмотрим на мы я еду выбивать скалопендера скалопендер тоже по такому же принципу автобой собственно выбиваем скалопендер ну чтобы они про их мобов скалопендер 10 штук в радиоактивном лесу с скалопендер падает зараженное мясо которое очень очень полезное на рыбалке она дает 4 единицы рыбы если она вам попадется нового в среднем примерно 2 единицы можно считать вот так же я скорее всего поеду за кабанами но это будет как только выбьем скалопендер обратить внимание у меня кто-то из ребят пришел неудача сытый довольный и кабана вот на хрена ты мне кабана принес чтобы понимали кабаны очень очень много весят и из-за этого мы точнее сказать я очень очень сильно сейчас по весу просяду придется несколько раз ездить я выбил скалопендер мы я собственно не могу перетащить их очень большой вес идет давайте попробуем можем я могу ли двигаться да я могу двигаться отлично я собственно летаю на крыльях сейчас я покажу дам я далечу до места собственно пока лечу расскажу про второго босса собственно ну первым я думаю все понятно главное не давайте себя зажать поэтому бегайте быстрее босса за счет скорости движения не будет вам как говорится счастья второму боссу обязательно используйте доспех демона либо если у вас очень много урона вы можете за первый ход попробовать забрать это очень много доктора например не знаю в полярной броне либо в чем-то похожем например не знаю в доспехах мастера вот если вам хватит урона конечно вы если вам не хватит то вы скорее всего вам нужно будет собственно проигрывать и заново начинать играть вот берем с собой собственно топор нож для того чтобы и разделать кабанов обратите внимание у меня уже а ну вот собственно по крыльям то я говорил вот собственно крылья демона крылья демона это способность демона прокачайте до максимума собственно демона у вас будет вкладка способности вот на последнем уровне открывается способность крылья выкладываем топор нож и начинаем выпиливать собственно кабанов кабанов тут будет 10 штук собственно наша дача потом их разделать потому что крылья не могут перенести габанов у них очень большой вес вот собственно продолжаю истреблять кабанов для того чтобы была возможность собрать немножко золота вообще для чего нас учитывая то что я ивент как бы пробежал уже ну то есть прошел как вообще рекомендуется про проходить ивент особенно если вы новичок и так далее возьмите фиксированное число контрактов которые вы можете пройти в день например вот я проходил вот видите то есть я пока не могу их без разборки к кабаны никак не двигаются фиксированное число контракта в день рекомендуется бить именно маскарады маскарады у маскарадов респаун сейчас я покажу как маскарад выглядит у маскарадов респаун вот он собственно маскарад монстров вот у маскарадов респаун две игровые недели соответственно вы с помощью маскарадов вы вытряхиваете ивент у меня вот например круг я в данный момент нахожусь в туле как вы могли заметить собственно сейчас я прожмусь чтобы была возможность отправлю ребят как говорится бегать чтобы они меня не отвлекали вот собственно я всех животных истребил число у нас какое у нас 19 декабря то есть примерно через месяц животные встанут то есть примерно числа пятнадцатого декабря плюс минус вот подбираем все остальное и вам доспех вот по второму но боссу я рассказал по третьему барах и дракуле ваша задача на просто собственно убить сначала невест не дать им долететь до дракула если они долетают до дракула невеста они превращаются обратно в невест ну они в лету через летучих мышей и собственно бой будет бесконечный поэтому рекомендуется убивать невест до дракула то есть чтобы они не успевали долетать до него четвертый босс франкенштейн ничем особо не примечательный тут там можно единственное забрать игоря как можно быстрее чтобы он не бафал франкенштейна либо просто бегать от франкенштейна он очень много урон наносит на все остальные в принципе ну так же можно медсестер в первую очередь потушить для того чтобы они не просто не лечили франкенштейна что касаемо последнего финального босса жнеца жнеца нужно идти туда в обличии демона как минимум пятого шестого уровня также используйте гигаватор для того чтобы закрывать порталы которые открывает сам жнец если вы не возьмете с собой как минимум демон и гигаватор вы скорее всего проиграете игру потому что там будет появляться чумной доктор его ослабленная версия и чумной доктор кастует на вас собственно проклятья на свой следующих на свой ход который две с половиной тысячи урона наносит но броня демона нивелирует этот урон тем самым вы можете пережить то же самое относится и к чумному доктору первый если вы пройдете без демона без брони и демона то вы скорее всего просто проиграете потому что ну исключение если только вы успеете забрать чумного доктора за один ход собственно он будет спрашивать какое зелье вы должны ему ответить что усыпляющее зелье а собственно давайте перельем собственно страх так я и хотел вот у нас тут немножко страх собрался давайте перельем скелетов объединим а скорее всего будем ну не волков наверное я хотел инопланетян делать давайте сделаем инопланетян а собственно инопланетян ну это маска которая делается из клоуна точнее ну да вот сейчас я делаю из клоуна волка а потом из волка сделаю инопланетянина потом следующее после инопланетянина идет чудовище вот и вам собственно ну вы сами для себя выберете что вам конкретно нужно можно в принципе и чудовище прожать для нас это я не думаю что сильно много будет обратите внимание у нас хп падает у нас инопланетян будет 200 и 100 чудовище примерно будет как вариант чудовище будет дешевле единственная проблема чудовищ в том что очень сильно много радиации то есть вы получите сильно много лучевых болезней от этого сейчас скорее всего погибнем наш персонаж поэтому это ничего удивительного будет наш персонаж немножко погиб а собственно давайте посмотрим кто там что притащил волк змея крыса и рад крыса а собственно сильно ранен голоден и в принципе нормально себя чувствует как говорится шлепой за едой по какому принципу отправлять что ну куда конкретно имеется ввиду а вот там же например у меня я сейчас вам покажу ну присутствует например у того же песца присутствует возможность украсть и и например охота что эффективнее смотря что вам нужно то есть если у вас например так же тут еще присутствует тайник но у меня он пока не открыт либо вот например на том же волке у вас присутствует собственно охота а также присутствует на 60 уровне компоненты и на 70 присутствуют боеприпасы а по опыту эффективнее всего последние то есть которая будет у вас открыто вот чем выше она уровнем самоспособность тем больше она приносит опыт вашему питомцу если вы качаете их не скажем так в бой в бою с собой берете а именно прокачиваете через так называемые их отправление на их же задание которое они сами для себя выбрали вот тогда вы собственно в плюсе ну особенно учитывая то что у меня миньонов много то в принципе им их можно отправлять не особо думать а так когда у вас там один-два миньона в этом вопросе сложнее вам приходится за ним постоянно наблюдать но даже с одной стороны и легче вам просто не надо глаза не разбегаются от количества миньонов собственно как получить вообще ворон это премиум питомец который ну получается при покупке премиум версии волк получается по квесту в самом начале игры там до беломорского не даете уже получите волка писец ну это был новогодний питомец который получался давным-давно до прохождения новогоднего ивента тыковка она сейчас доступна в хэллоуинском ивенте вы можете ее получить ну и собственно генка это питомец который собственно эмбо 2 так называемого хэллоуин ивента не хэллоуинского а именно эмбо ивент и это собственно питомец а также собственно тыковку потык как я сейчас могу показать вот она заходим в магазин заходим в гробик и вот она собственно тыковка вы можете получить если вы откроете гробики собственно давайте перельем дальше что там у нас осталось собственно для чего я собственно переливаю спирт спирт я потом меняю с помощью монетки на запчасти и запчасти уже продаю скупщику запчасти очень тяжелые поэтому рекомендуется делать рядом с городом собственно тут 2 где возможности переливать чем больше вы зарядите там коэффициент 11 как вы видите чем больше вы зарядите на дольшее время тем меньше вам нужно будет заворачиваться то есть в один раз зарядили и забыли то есть вы особо не заморачиваетесь в этом вопросе вот собственно давайте перельем волка данной планетянина так ну собственно по по миньонам кстати говоря по поводу миньонов после прохождения основного сюжета всех боссов у вас будет доступно прохождение миньонов я рекомендую проходить всех миньонов и брать их именно в приоритет почему в приоритет потому что сейчас я объясню как вы утомили голодать уже потому что хлоуинское оружие как вы видите вот например та же плоть это хлоуинское оружие бластер тоже хлоуинское оружие он употребляет страх если у вас не будет страх и не будет возможности получить страх миньоны приносят после ивента страх то есть не будет миньонов то вы не сможете просто получать страх соответственно вам я рекомендую как можно быстрее пробивать миньонов то есть вы пробили основной сюжет коробки не надо открывать то есть вы пробили основной сюжет вот этих всех боссов сколько их тут 6 штук а еще тыква по поводу тыквы чтобы пробить тыкву нужен меч палача который выбивается из графа дракула без меча палача не стоит начинать игру бой с тыквой потому что вы скорее всего проиграете ему он будет бессмертным без меча палача вы его не убьете вот собственно что касаемо способности способности вам в принципе особо не актуальны будут почему потому что у нас не так много времени дали господа разработчики для того чтобы вы могли успеть но если вы с нуля играете все вытащить поэтому я рекомендую вытаскивать имени миньонов собственно девушку в телевизоре клоун-убийца ведьма и гремлины и собственно оборотень волк их всех пятерых вытряхиваете и у вас будет прирост но по крайней мере каждый день там 820 страха если не ошибаюсь или 890 в общем и целом достаточно много страха просто так чисто вы зашли вам поражали пока идет хэлл ивент но у вас будет прирост страха идти пока как только он закончится вам уже нужно будет самим отправлять питомца сейчас покажу у меня вот например на ну я не могу сейчас показать у меня питомец занят по крайней мере в текущем городе вот у меня например отправлена снегурочка такой же принцип как и будет скорее всего стоять возможно что разработчики что-то изменит но факт в том что вы за определенную плату вот например снегурочка пьет вино 10 бутылок за неделю то есть я и наливаю 10 бутылок красного вина и она убежала собственно давайте перельем инопланетянина или давайте может его пооткрываем 200 расскажешь нажать это прям вау ну давайте ладно 200 раз нажмем страха будет очень много но по 90 190 то есть в принципе страха будет достаточно много 200 примерно на 90 умножить это где-то 1800 ты это принципе до хрена если у вас большой объем конечно лучше ли чудовище играть собственно вот и последняя маска который здесь присутствует маска чудовище сначала получается присутствует скелет потом клоун волк инопланетянин который у меня сейчас и собственно последнее чудовище чудовище именно рекомендуется переделывать потому что во первых она приносит больше страха есть не забуду по повешу вам табличку что сколько приносит и что кто дает из так называемых местных жителей которые торгуют за хоз там сотрудник прогресса и так далее врач вот для того чтобы вы просто имели представление в этом прожимаем быстренько так называемые маски для того чтобы они нам отдали страх чтобы мы особо не сильно не заморачивались в этой ситуации а когда маски закончится у нас там двести двадцать три штуки если не ошибаюсь было нам об этом скажет собственно сам сама возможность их напугать но 200 маска что до хрена но все-таки можно было конечно сделать 100 масок ну как и ранее там очень сильно заливают радиацией на маски чудовище и вы скорее всего ну с маской чудовище там меньше и узнать всего лишь сто раз было бы для нас по крайней мере у нас 200 масок сейчас и грубо говоря 100 масок было бы на чудовище потому что идет вот поэтому не всегда может быть удобно можно конечно было и скелета попрожимать но опять же там есть полезные предметы на том же скелете я вам их покажу а если еще раз как-нибудь скелета вытащу либо вы увидите в скриншоте который я постараюсь по возможности закрепить потом есть и полезный там я тоже тык вот люди у меня периодически спрашивают где найти ты кого то элементарно вы приходите к захозу и отдаете ему маску и он вам отдает тыкву но в этом вопросе без проблем поэтому тут вы именно важно то что вы сами будете собирать и двигаться дальше что касаемо текущего ивента в принципе его пробежу прошел уже как говорится я достаточно долго проходил каждый день заходя доходя я я собственно доходил примерно до 1800 1900 в день иногда до двух тысяч добегал но это было крайне редко поэтому для вас в принципе я рекомендую ну если вы грубо говоря у вас нет основных предметов последовательно следующий выбиваете босса всех без исключения потом идите трясти миньонов и в процессе миньонов вам нужно качать демона но демона вы и так должны были прокачать до как минимум 5 6 уровня чтобы пронести этого жнец а потому что без демона вы его просто не снесете его можно снести без собственно демона но для того чтобы снести жнеца без демона нужно просто ваншотать доктора постоянно если вы хотя бы один ход пропустите вы проиграли автоматически потому что жнец не жнец а именно сам доктор ваншотнет вас не ну в принципе часть я для вас рассказал любые немножко страха перелили давайте посмотрим сколько получилось где тут страх то наш вот в чем мне не особо нравится то что страх нужно искать очень и очень долго очень нудно а ну вот собственно одна радость но это не то непонятно где страх ладно я его потом сам найду уже вне записи просто мне скажем так вам хочется много рассказать но видите в чем проблема что ну как раз посмотрим дальше я наверняка если будет вам наверняка интересно пробивать но чтобы мал маленький персонаж то есть мой плюс-минус 30 уровня пробивал боссов потому что новичкам а это наверняка будет интересным потому что у них возникают вопросы как именно нужно бить боссов чем именно и так далее вот поэтому наверняка вас заинтересует не факт конечно но посмотрим я просто хотел бы для вас поделиться своим опытом для того чтобы вы возможно скажем так чуть более проще либо легче где-то что-то обходили вот для чего полезно собственно еще монетка в монетка чем полезно она у вас останется грубо говоря ну до момента пока разработчики не уберут но факт том что учиться то что вы только-только получили не лучше разработчики вам мы прям сразу уберут на подходим краю нажимаем на монетку нам предлагают обменять спирт на автозапчасти мы обмениваем спирт на автозапчасти не идем продавать а вы можете пересчитать собственно сейчас я вам скажу примерно сухие цифры что вы имели примерное представление собственно сухие цифры это получается как у нас сейчас я продам все чтобы не отвлекался но 4000 получил неплохо сухие цифры собственно водка стоит 150 135 как вы видите я продал только что за 10 там коэффициент размножение 14 собственно с водки на спирт а собственно со спирта на на автозапчасти 15 соответственно нам там перемножение на 20 то есть вы получается 135 и 200 то есть соответственно у вас прибыль кого текает она идет единственное нужно ждать реальное время принципе можно не ждать если у вас открыто например дальше собственно кухня так называемую вы можете делать варенье если вы у вас есть возможность покупать яблоки большом объеме тому вы можете варить через варенье варенье очень и очень прибыльно единственное по поводу посадки сложно сказать скорее проще будет покупать его землянику можно было в принципе ултать как вариант что просто не заморачиваться особо сильно просто ултать ее что касаемо сахара сахар тот же достается в этом в той же монетке которую вы выбили с хэллоуинского ивента когда прошли весь сюжет после последнего босса в том числе чистой воду при можно купить у торговца ну вы можете сами перелить она собственно крафтится я покажу не особо сильно долго где это вода несчастная вот собственно как вы видите то есть тут просто нужен костер и сама вода то есть ничем особо не примечательно просто берете крафтить единственным может по времени это долго займет но я не думаю что сильно для вас критично и еще чем больше вы будете делать руками имеется ввиду прибыль прибыль у вас будет просто расти от этого то есть например если вы например сами сделайте воду сами сделайте огонь могу еще будете делать сами но имеется ввиду если не будет затрат больших у вас на огонь то есть например я не знаю закидаете вы огонь палками покажу например вот этими палками Закидаете огонь Да, это не сильно профитно Но все-таки это огонь А палки, чтобы вы понимали Добываются руками Сейчас я покажу Добыча дров Вот, собственно, руки Вот, видите, палки по 3 штуки Либо топором 3 бревна Люди также спрашивают у меня Про доски В основном, сейчас я покажу Доски Они делаются на втором уровне Они делаются из бревен Бревна, они находятся в лесу Соответственно, вот вам, пожалуйста, доски Ну, я думаю Мы с вами на этом закончим В принципе, я вам вкратце пробежался Рассказал по основным аспектам Что вам желательно сделать Вот В общем, ваш план на Хэллоуэнске имен Должен быть следующий Вы должны снести всех боссов Снести по возможности всех миньонов И прокачать демона Ну, на максимально возможный для вас уровень Именно такая последовательность у вас должна быть Почему? Потому что Я объясню Миньоны приносят вам страх То есть, ваше оружие не сможет стрелять без страха Миньонов вас может добыть только раз в год Если вы не сможете, скажем так, добывать страх Оружие вы просто положите на полку Оно для вас будет бесполезно Ну, боссы, понятно Вы их снесете, чтобы перейти доступ к миньонам Плюс награды достаточно вкусные Я бы сказал, хорошие Там одна броня демона, чего стоит Это иммунитет к текущим дебафам Таким, как огонь, яд и так далее Даже кислота То есть, вы понимаете, что это очень-очень сильная Демоническая броня, она очень сильная Вот Меч палача, в принципе, ну, не особо На маленьком уровне он не особо сильно раскрывается На высоком уровне меч палача шикарен Вы можете лечить своих союзников Лечить себя и так далее Достаточно много урона Что касаемо гигаватора Гигаватор, в целом, неплохое оружие Если смотреть из босса Оно падает Вот Оно, в принципе, неплохое оружие А само по себе Я бы даже сказал, оно шикарное Сейчас я вам покажу, как оно выглядит Чтобы вы имели представление Вот он, гигаватор, собственно, вот таким вот образом он выглядит Вы, грубо говоря, настакиваете себе урон и просто разносите всех подряд Важно сначала ваншотать с гигаватора мелких целей То есть, например, есть цели, не знаю, 50, 100 и 150 хп Грубо говоря Вы начинаете с цели в 50 хп, потом цель 100 хп и цель 150 хп И на последней цели у вас разгонится урон достаточно много у гигаватора Тем самым вы сможете ваншотнуть цель, скорее всего Даже если вы изначально не можете ее ваншотнуть Поэтому настакиваете урон на гигаваторе Что касаемо сумки Сейчас я покажу ее Вот, собственно, с тыквы вам падает сумка Она, в принципе, неплохая сумка Я бы даже сказал, она шикарная Сейчас я ее достану, я покажу вам ее Где эта чудо-сумка? Вот, собственно, сумка обжоры Шикарная, на самом деле, сумка Она дает 200 еды, 200 воды для долгих крафтов Это шикарная вещь Но про монетку я уже рассказывал Про также фляга Фляга, которая с чумного доктора падает Вот она, собственно Ну, у меня грейженная версия фляги Потому что я прокачал способности демона А так у вас будет плюс 100 единиц Энергия Но на самом деле это полезная вещь Потому что, чтобы полечить дебаф отравления Которого на вашу вешать Всего лишь 50 единиц энергии 50 монет стоит По крайней мере на текущую версию Что очень и очень полезно Поэтому я рекомендую все-таки Пробивать в первую очередь Весь сюжет Потом миньонов И не забывать качать демона Максимальный уровень демона 10 Вы можете, в принципе, не до самого конца 10 качать Как минимум до уровня 5-6 дотянуться Но, опять же, для чего нужно качать демона? Демона нужно качать для того, чтобы ваше оружие, ваши доспехи и так далее Оно было выше, скажем так, сильнее било Понятное дело, что ваше и ваше и ваше оружие также привязано Собственно, и к уровню персонажа То есть, например, я не могу наносить урон там, не знаю, в тысячу Грубо говоря Ну вот, например, с той же плоти, грубо говоря Потому что у меня уровень демона привязан Но у меня уровень персонажа То есть, у меня уровень демона максимальный Но уровень персонажа не максимальный еще Уровень персонажа максимальный сотый Вот, именно поэтому Урон у меня будет на фиксированном уровне стоять То есть, он может прыгать, если я там, не знаю, забафаюсь Еще о цели зависит Собственно, у меня Как говорится, ну я по возможности вам, в принципе, часть рассказал Я надеюсь, если у вас появятся вопросы по игре Что-то вам рассказать, подсказать Я постараюсь в комментариях вам объяснить Это Также в начало видео закину вам скриншоты Собственно, обмена масок Постараюсь, по крайней мере Чтобы вы их лицезрели Вот Как-то так Всем спасибо за просмотр С вами был Андрей Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok